Так. Представляю следующего докладчика Алексея Вагабова, историка и члена РИПА. Докладом. Древние выходцы из Северо-Западной Европы. Выходцы из Атлатии. Древние населения, да. Так. Представляю. Первыми поселенцами в Ирландии, согласно ирландским сагам, я и начну свое повествование именно с этой стороны. Первыми поселенцами в Ирландии, согласно ирландским сагам, были 50 женщин под начальством своей предварительницы Кессайр и один мужчина. Здесь видим остатки древнего материнейного общества, что напоминает о Гесперии, где был матриархат и жили амазонки. На Ирландию осуществляли набеги, приплывавшие из заморских островов Фоморы. Народ, который называли чемпионами Сида. По сведениям из ирландских саг, Фоморы приплыли на четырех кораблях, на каждом из которых было по 150 женщин и 50 мужчин. То есть опять мы увидим остатки матрилинейного общества уфоморов. Они приплыли из страны, которую называли Сидом. И сами они назывались чемпионами Сида. Сида – это заморские острова, которые можно отождествить с Атлантилой. Другой древний народ, обитавший в Ирландии, назывался Туар де Данан. Самым захватывающим эпизодом из истории Туар де Данан является их битва с Фоморами. Фоморы были захватчиками и грабителями. Они нападали на Ирландию, налагали на ее жителей тяжелую дань. Предводителем Фоморов был Балор, называвшийся богатырем Сида, а также сильно грозящий. Еще он назывался королем островов, тех самых островов, с которых приплыли Исиды. Балор знал из пророчества, что его убьет его собственный внук, поэтому он позаботился о том, чтобы свою дочь изолировать от мужчин, чтобы она не родила внука. Он заточил свою дочь в стеклянную башню на острове Торинис. Но один человек из племени Туар де Данан все-таки проник туда и завоевал расположение ее дочери Балоры Дниу. И в положенный срок она разрешилась от бремени. Родился Луг, которому суждено было стать королем Туар де Данан, который возглавил их борьбу против захватчиков Фоморов. Луг стал королем Туар де Данан, так как он владел многими ремеслами. За что его прозвали Семилданах, искусный во многих ремеслах. Он возглавил Туар де Данан в битве против Фоморов. Саги говорят, что ужасен был шум громовой, раздававшийся от битвы. Треск копий, стук кинжалов и мечей, расщиты, свинь несохшихся копий и грохот оружия. Фоморы потерпели поражение и были изгнаны из Ирландии. В ходе битвы Балор потерял свой глаз, которым по преданию он убивал своих врагов. Глаз Балора напоминает о медузе Гаргоне, которая также поражала врагов своим взглядом. Не исключено, что Фоморы и Гаргоны были одним народом. Гаргоны жили на островах Гаргады по свидетельству римлян. Гаргоны воевали с Амазопками из Гесперии и были побеждены. Согласно Геодору Сицилийскому, Гаргоны напали на Атланте, живших на территории современного Марокко, и победили их. Но амазонки, в свою очередь, напали на Гаргон и тоже победили их. По свидетельству историка Геодора Сицилийского, Гаргоны были отменно храбры. Это был ливийский народ, у которого был матриархат. Амазонки могли быть родственны Туата де Данан, а Гаргоны родственны Помором. Это я так рассуждаю, потому что кто был прав, кто не прав. Можно задать вопрос, откуда приплыли в Ирландию Туата де Данан. В сагах есть упоминание и описание островной страны за морем или как ее называют Сид. Сидами также называются Туата де Данан и Поморы, то есть Туата связана своим происхождением именно с этим островом. Что это был за остров? Судя по его другому названию «Страна женщин», это может быть Гесперия, где жили Амазонки, с которой можно применить название «Страны женщин» из-за господствовавшего там матриархата. Гесперия находилась в Атлантике, около северо-западного побережья Африки. Можно заметить, что на дитву у поморов призвали с западных островов три короля – Индех, Балор и Элата. Описание Элаты следующее. Это муж прекрасного телосложения с золотистыми пудрами до плеч. На нем красуется расшитый золотыми нитями камзол, поверх которого накинут украшенный золотыми нитями плащ. На шее у него блестят пять золотых ожерельей, а на груди сияет самосветными камнями золотая брошь. В руке он держит два серебряных копья с бронзовыми заклепками, а меч его украшен золотом и имеет золотую рукоять. У югландцев было несколько названий страны, с которой происходили, откуда приплыли Тварденаны и Пафаморы. Это Тир Таггири – земля обетованная, Тир Намбан – страна женщин, Тир Намбео – страна живых, Тир Аил – страна иная, Магмор – Великая равнина, Тир Сорча – земля светлая и так далее. Все эти названия дают какую-то информацию об этом острове, однако самым информативным является страна женщин. Это название напоминает о Гесперии, где был Матер-Хат и жили Амазонки. Предводителем Туата-да-да-нан был Мананан Махлир. У него было несколько предметов, которые свидетельствуют об уровне развития островов Псида. В сагах описывается его путешествие по морю в Эмай-на-Блах, еще одно название островов Псида, что означало «Яблоневая Маинь». Это было место происхождения не только Туата, но и Фаморов. В этой же стране жил Тетра, король Фаморов. Имя Тетры и отчество Мананана Махлир говорили об их связи с морем. Мананан владел некоторыми вещами, которые дают представление о цивилизации Сида. Это была лодка под названием «Левущая по волнам», которая плыла, куда ей скажут пассажиры, без помощи весел и парусов. Такая же лодка была дана Одиссею, королем фиаков Алкиноем. Она управлялась силой мысли и плыла туда, куда ей скажут. Еще Мананан владел конем-анбаром с одинаковой легкостью, перемещавшимся по земле и по морю, и мечом, отвечающим ударом которого не могла вынести ни одна броня. Королем Туата-де-Данан был Дагда. Велика была власть Дагды над сыновьями Миля, которые захватили Ирландию у Туата-де-Данан. Так как подданные Дагды наносили вред их зерну и молоку, поэтому ирландцы были вынуждены заключить мирный договор, что-то вроде мирного договора с Дагдой. И тогда проявилась добрая воля Дагды, и ирландцы смогли снова пить молоко и выращивать урожай. Надо заметить, что Туата-де-Данан представляет из себя богов ирландского пантоона. У них боги были ремесленниками, а не боги-зридельцами. В саде описывают их как людей самого светлого образа, самых красивых и восхитительных, самых изысканных в одежде и вооружении, самых искусных в игре на музыкальных инструментах, самых одаренных умом из всех тех, которые когда-либо жили в Ирландии. Они постигали премудрость, магию, знания Друида, Пчара и прочие тайны, пока не предзошли искусных людей со всего света. Можно заметить, что имена Туата-де-Данан соответствуют именам детям Дон, которые жили в Британии. Например, сама родоначальница богов Дану имела похожее имя Удон. Бог Неба-Гнут соответствует ирландскому королю богов Ноаду. Кузнец бог Валийцев. Гаванон соответствует ирландскому кузнецу Гайбниу. Сама богиня-правильница Дану соответствует Валийской Дон. Бог моря Мананан соответствует Манавидану. Лир соответствует Лиру. Все это говорит о том, что когда-то все британские острова были заселены одним народом, гисперийцев. В Ирландии Туар-де-Данан оставили седы своего существования. Это мегалиты. Самый знаменитый из них – мегалит Нью-Грэндж, который был посвящен Дарге, королю Туата. Он датирован 3300 годом до н.э. Таким образом, можно определить время проживания Туата в Ирландии. Это 4-е тысячелетие до н.э. Курган Нью-Грэндж относится к коридорным могильникам, которые характеризуются тем, что проход погребальной камеры ниже и уже, чем сама погребальная камера. Они встречаются в Ирландии. Самый знаменитый находится в Нью-Грэндже на севере Шотландии и в Англии, например, могила Брин-Сей-Лиду. На северо-западе Европы сооружение неоритических могильников началось примерно в 4000 году до н.э. а в Ирландии они появились несколько позже, в 3500 году до н.э. В течение многих лет считалось, что неоритические могильники возникли в Восточном Средиземноморье и что культ Богини Земли вместе со знанием остальных мегалитов шел сначала из Восточного Средиземноморья, он распространялся в Испанию, а затем по Атлантическому побережью, в Британь и на Британские острова. Однако, с усовершенствованием метода датировки выяснилось, что британские сооружения ирландские старше массивных каменных построек на Востоке Средиземноморья. Более того, во всей области, в которой их находят, они начали возникать почти одновременно. В Ирландии и Великобритании эти люди оставили свои постройки. Дольмены, менгиры, крамлехи, коридорные гробницы. Все они сделаны в одном стиле и являются мегалитами. Во Французской Британии также есть свои мегалиты. Джон Вуд в книге «Солнце, луна и древние камни» пишет о них. Одна из самых эффектных групп неоэтических могильников находится на юге Британии, на берегу бухты Марбиан. Их с полным правом можно назвать мегалитическими. Вертикальные стены проходов часто состоят из огромных, грубо обтесанных глыб, перекрытых гигантскими камнями, многие из которых весят десятки тонн. Несколько могил за столетия, прошедшие с их основания, потеряли свою земляную лишение своих насыпных пурганов, и горизонтальные камни, покоящиеся на вертикальных опорах, словно вопреки законам тяготения, открыты теперь всем взглядом. При виде этих сооружений чувствуется, что их создатели хотели показать свое умение обращаться с тяжелыми камнями. Они хотели произвести впечатление, и они этого добились. Нью-Грейндж характеризуется наличием окошка, куда солнечные лучи проникают 22 декабря в день зимнего солнцестояния. Потолок погребальной камеры представляет из себя ложный свод. Камни как бы нависают друг над другом. Нью-Грейндж представляет из себя холм, насыпанный над самой гробницей. Его окружает круг из 97 стоящих камней. Коридор ведет в гробницу. Он нависающий и сложен, столь искусно, что внутренне может попасть ни капли воды. Камни погребальной камеры опираются на резные столпы, а в каменном поле сделаны каменные ямы с останками захороненных. Наблюдения за солнцем проводились здесь уже в 1360 году до н.э. Камни как бы указывал, высшие геспирицы были ливийским народом, происходившим из Северной Африки, говорившим на языке древних жителей Гуанчей, жителей Канадских островов. Гуанчей, родственные им ливийские народы, заселяли когда-то все исчезнувшие острова в Атлантике. Гуанчей и ливийцы были родственны, исходя из того, что многие их слова имеют похожее звучание. Слова Гуанчей имеют эквивалент в языках ливийцев, населявших Северную Африку. Все. Все. Ну, какие-то пояснения все-таки можно? Конечно. Вопрос. Вопрос, да? Ну, вот смотрите, вот сейчас как-то статистики много, а все-таки смысл вот так в двух словах. В чем? Статистики, в смысле чего? Нет, ну информации много, чисто. Да, а сообщение в двух словах можно его сжать? В чем оно, смысл? Что в древности приплывали жители островов в Атлантике, которых сейчас нет. И жили в Атлантике и Британии. Вот, все. Ага, ясно. Понятно. Хорошо, спасибо. Ну что, вопрос нет? Спасибо. 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 Спасибо.